Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 происходят действия параллельно может быть связано с удержанием практически все время стоит если речь идет о ближнем дистанции на месте втором я сначала прохожу а потом нужно таки его все-таки расстаться мы на длинной дистанции набивание может устоять на когда забивание происходит вторым этапом это в основном связано с длинной дистанции так вот мы начнем постепенно методически что мы здесь имеем мы сначала рассматриваем катетические ситуации когда оружие приближено к противнику максимально в этой ситуации практически нет того элемента который я назвал зато а мягчайшим действием делается делается на маху на маху на маху невозможно даже тогда когда дистанции практически не существует вот и в этой ситуации на маху не происходит легко заметить что я убираю оружие подмышку и не руку тащу в себе а подмышкой сожжусь на запястье иногда на запястье садятся животом или даже спиной смотря когда уже болезнь это же можно сказать в стене даже как у нас не прибирали к стенке как бы они не заживали да то есть поскольку все таки наматываем это дело только внутреннее вот вот да 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 вот в общем то всегда есть возможность для него поэтому элемент команды они изучаются вот в таких ситуациях если есть возможность проснуть руку под оружие всегда есть такая возможность то можно и проснуть ее вот возникает захватов известно 4 то есть с оружием заметим сразу терминологи армейской разведки работа внутри это работа вот здесь работа с наружу это работа там соответственно если закрываем законы снаружи да и снутри ручки внизу соответственно видно что те же самые боевые действия происходят удачи видно что это видно что практически практически все время я работаю сначала противника то есть пока фишки своей работой занимались а занимались они какой работой собственно спасением со своими себя то вдруг уже работали всего видите я беру его в лицо причем именно желательно в лицо глаза рост потому что скажем выглядело такого типа они могут разминуть меня с товарищем да переходы живут в лицо а вот эти руки закрывают возможность работать здесь возникает дороже я сейчас показываю очень быстро на самом деле все эти вещи происходят чрезвычайно быстро хочется показать что даже если взятие оружия бывает очень жестким и кисть сломить не удается бывает что противник очень жестким то наше дело это заключается в том чтобы в майке совершить вот такой как минимум ограничений а может быть и больше потому что у него есть попытка подорваться от меня и среди с этим всегда давление на уши происходит вот видите наружу поэтому туда пойти это важный элемент очень характерен когда нарушая каких-то более защитных формах атакует нас вот например есть вот попытка развернуться на месте она закончится здесь поэтому разворачиваться смешаем вот что самое характерно для оружия сзади и оружие когда оно здесь оказывается очень важно с помощью грудки вывести его за за вот ситуацией когда зоны поражения если есть возможность это можно еще поговорить про краны вот иногда возникают другие входы и огромное количество этих импровизаций с оружием здесь происходит сжимание плечом плечом это отдельная тема сопротивления мы сейчас ее касаться не будем потому что это большая тема это достаточно было сейчас речь идет о том что прежде чем заняться защитой мы просматриваем отдельно один из трех полимеров один из трех это оно разное если в корпусе оно позволительно ему быть контактным то в районе лица в районе рук 2 до нежелательное конечно совершенно контактных даматываний и там руки до даматывания в общем то даматывание происходит в синхронном синхронном две ручки если поставить в профиль чтобы было понятно как это может происходить то самое штриховое подносится здесь стоит заметить что вароматное значение имеет уход головы потому что если скажем происходит удар штрихов голову то одни рук мало если достаточно длинным может реализоваться по уходу головы и голова практически во всех плоскостях должна упадить в пределе за сгутку собственную и в этом плоскости тут вот и вот здесь мы смотрим ножки более чем подойти к дальше у нас есть раздел работы на средних дистанциях близких и дорогих самая простейшая дистанция это дистанция сверхблизкая дорогая появляется спины из кармана или расчет из кнопки в этом случае мы полагаем и тогда мы не работаем плечом и дальше по цепочке находим где на а это очень важно в принципе я просто пропускал многое но нужно застретить те мысли которые рассказывали тогда разведчики разведки куда лететь пространство за него если противников несколько это еще и достаточно плавно не вот это подозревает подозрение скалирует пространство проверяйте что там происходит цель не могут быть актуальнее чем те впереди вот выходы из спины они самые близкие они вот видите если они начинают отслеживать и все время стараются перпендикулярно противник как уравни в колене палочки должны быть перпендикулярно то есть возможности привыкли всякие действия в принципе можно это делать вне армии как здесь снова видно что руки делают свою работу а таз на армотарге свою третий элемент собственно он еще не появился пока потому что мы стоим в станции уже произведено нормально поэтому здесь мы работаем достаточно быстро но все равно я должен быть так сказать наматать вот очень характерная вещь наматывания это понятие клубочка то что о нем говорилось если катушка наматывает в двух плоскостях и некоторые считают что это достаточно клубочек то все таки разница пугуевой копейки иногда приходится наматывать совершенно непредсказуемое направление вот из элементов подготовки традиционной которые были известны в христианстве оттуда попали в английскую разведку это работа со связью руками она она основная наматывание борьбы максимально так как бы и в том числе если поставить и в том числе она и готовит работу помогает потому что как только у нас операция с руками но так решено вложиться ворота с нами но главным образом это заметила стоящая общая стоящая ослабленная мягкая полусогнутые ноги вот она здесь выпирает если надо как-то совпадить я стараюсь аккуратно убивать чтобы объектив вообще убивается резко по-моему оружие кстати это была отдельная тема купирования оружия на пистолетах в мишени представлены мишень у них там я здесь занимался это было под кимом убираем там не просто любите оружие но чтобы попали четко в парус вот мы смотрели все дело связано с наметкой дальше работа в слепую работа в слепую связано с ощущением гриппа человек закрывает глаза и ему подают кого-то вот они тоже взяли опять на руку про эти действия руки у меня развязаны и я услышу этот сигнал прохожу всю и наматываю потенциально все что может быть начинающих бойцов полезно почему удара точно поставить ядерсно каждый удар свяжу вот тогда мы совершенно спокойно а когда уже крайне подготовка позитивная человек чувствует себя то можно удары разнообразить как-то заменить удары и сверху просто важно но еще на оружии не на острове потому что молодежь и острое оружие две вещи и совместные как я сказал вот как мы сам вижу то я привыкаю в принципе человек привыкает конечно это существует отдельная тема работа в слепую группу в слепую и вот различные приемы освобождения группа вступают они позволяют развить развитие и и у нас освободились и мы можем с руками поступать различные и тогда то о чем я говорил вытянут на дистанцию кто и когда мы являемся средней дистанции совершенно актуальным является умением против по большей случае управиться групповой борьбы будет очень вот здесь есть два момента это во-первых обогнать противника я не уйду а он возвращается и словно поражает но задача главная задача является поставлена на то чтобы противника охранять если поставлен то задача первая она начинает решаться то есть достигать уходящий поезд кроме того волнат может быть контролируем если предположим мы как так вот это боимся его то видите можно его погналировать чтобы не позволить забрать свои действия по принципу не будет вам борода так да самые безопасные вещи когда оружие находится под нашим контролем между в борьбе вот и на 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 в действия действия такая более высокое действие связано с письмом обычно пишут короткими движениями если пишут достаточно быстро только лучше взять это на бой и тогда правильное взятие а как-то делать упрокидывание противника я подчеркиваю взятие существенно отличается от выбивания если выбивание оружия производится по глубокому 90 градусов до выбивания причем с любой стороны можно выбивать сверху с ней вот справа слева любые то взятие оружия это заход параллельного удара и увлечение тоже с любой стороны фактически там можно сделать но в общем очень важно что во время взятия если показать мы сегодня заборачиваемся тазом тазом и ушел ушел я обращаю внимание стараясь зайти в эту в эту сходу достаточно небольшая и тебя просто цепляют сходу вот а если бы не удалось я бы страховался бы работаю и и второе я заворачиваю за на а а сам я не хотел переводить через себя с зависимости от характера тяжелый непочтенную через себя через себя с этой стороны вот видите сразу это 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 было сразу и не пытаюсь это это если ударами не позволяет сразу пройти то да а если нет можем перевести а можем не переводить это тоже решается просто пилоту то есть как-то анализировать и выбирать заранее вот удар сверху если это классическое упражнение у них называлось крутить пропеллер вот причем еще шутил что здесь кстати характерно все видно что могут работать две руки может работать одна рука может другая есть маянник есть и видно что есть система что мы можем стоять в принципе игра выполняется достаточно возрастающей скоростью и моя задача это моя задача будет интенсив в здесь совершенно четко видно что в момент зароливания пожалуйста поручай скажу вот они зароливания они совершенно четко они совершенно видны с термин тоже не из древности позднейший хотя может быть и нет потому что понятия нет под у до 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 человек с до 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 Взятие хочется поджигнуть сначала снизу, я замечу, что есть момент скольжения вот такой, он совершенно четко ложится, причем мы сейчас не говорим о вводе одно, а кулаком, а вообще на самом деле, на такой же самом деле, что мы смотрим по защите одного, вот это уже удар пахнет, и все элементы характерные видны, уход от той точки, в которую наносится удар, обход, замарывание, ускорение ноги, подчеркивание, торможение ноги, а ускорение – маленький, вот так вот, и там также можно такое дерево выстроить, например, взять, ну, могла кинуть один, то есть, мы будем вводить, да, вот теперь возвращаемся к ляжу, то есть, схема никак не изменилась, никак. То есть, чем это будет произведено? Да, потом будет произведено, а тем образом, снаружи, это не совсем, как бы даже от меня зависит, а так вот получилось. То есть, для этого необходимо достичь той степени подготовки бойца, предоставленная атакующей в месте ног и рук, не вызывает никакого внутреннего возгруднения. Причем, на том, что плага, тут же надо, в любом последовательности. Вот, вот это предполагает, во-первых, вашу пастику традиционную, да, во-вторых, правильную стойку, потому что, если столько загружено на плечах, и столько типичное для ледяного броска, где удары на даме запрещены или неразвиты, вот, то, конечно, заменить руку на ногу, в другой пластике совершенно невозможно. А вот в другой пластике это возможно. Поэтому, замотавшись в какой-то причине и не успех пройти так, то можно пройти так. Так вот и взятие совершается таким образом. Один из элементов взятия интересен тем, что он делается не для того, чтобы поймать оружие, а для того, как у него, так, ну, по современным таким вот вариантам. А в том, что у человека устроить, видите, я увожу, тут же увожу, для этого нужно какой-то такой контакт. Вот этот контакт самому не ступит. Вот. Во-вторых, забросы могут упасть. Типичной ошибкой является ожидание ножа. Я хочу заметить свой способ ожидания в задушке. Это очень важный момент. Дело в том, что я последовательно показывал. И пока показывал ломатывание ногами, я в целом стоял, чтобы не было мальчик. То, что буду делать, и будет очень плохо видно на видео картинки вообще, что происходит. А в действительности, грубейшей ошибкой является это разделение. Вот я руками напомню, я сам с вами что-то жду. Глазарная потеря времени. Ждали, когда противник с оружием вверх уже подойдет. Естественно, это все производится сразу. Взятие, мягкая нажатка. Дальше, конечно, можно и проделать советские варианты, в том числе. В принципе, хватит много сил, чтобы бросать товарищи не надо. Я могу его водом поглаживанием, резким ослаживанием просто на грудь положить. Я могу, если он жесткий и хорошо стоит, реанимизитатом будет его подвергивание не менее обратно. Что и хорошо. Что и хорошо. Вот материал гадца. То есть взятие, мягкое взятие, в том числе и боковое вот так вот взятие. А сверху взятие. Сверху взятие я хочу заметить сразу, что тоже очень существенно отличается. И так далее. Не здесь я могу, здесь очень опасно. Раз и пальчиков нету. Раз и вина нету. Все эти блокировки. А взятие происходит в радио подложке квартир. Естественно, этот вариант возможен, когда лопать встает в уровень с подложкой. Если он опущен ниже, то это время очень удобно и можно посмотреть, как атака примет. Предположим, в большом спине. Но есть когда из высоких забав, характерные для палок, для соперных лопаток, да. Мне кажется, происходит, видишь, я перелез сюда и начинаю ударить, поднимая его, атакую. Аталпирует его, да. И дальше я его бросаю. Я бросаю на тот момент, когда на снимании подъем завершился. Ну, в общем-то, ну, еще пока нам нужно управлять. Здесь мы управляем этим большим обладением. Задумывайте такое, да. Показываем. Вот. Многое там. Как бы вот это вот. Этилиметры. То есть наматывание. Наматывание, да. Наматывание, да. Наматывание, да. Наматывание, да. Наматывание, да. Десерти, да. И еще подставки. Вот подставки, то, что назывался, будете, тоже армейской разведки, они в программе экспедициях не обнаружены. Я предполагаю, что это материалы из жил-джитших, но выполняются они, когда разведчиками, вот образца 40-х, начало 50-х годов, немножко иначе. То есть движется нож. Происходит даже самая пластика, это самое громад, они выходят на сгруппу, атакующие действия, да, на работу сгруппу. И так далее. Черные члены мне дают. Выполняем быстрее. Вот. То есть вот эти вот выходы, они очень важны. Совсем не факт, что нам удалось выбить лезвие. Совсем не факт, что лезвие расположено под углом, и возникнет рычаг. Лезвие может быть подвижным, когда рычага нету. Вот. Правильное лезвие расположено в продолжении кости, правильное лезвие. Там вообще этого рычага нет. Поэтому я не ставлю себя защитой сделать здесь ключ, а осталось, что нужно найти, пойти. То же самое с верхом. Вот. Если поставить жесткий блок, он опасен над тем, о чем он опасен будет, она тоже в меня. Все у нас в тяжелые вещи. Вот так вот дают. И тем, что рука будет припачек. Вот это хорошая припачка, ничего нету. Теперь я уже попался. Видите? Как я, наверное, поймал. Вот. Вот. Вот отставка, она совершенно по-другому упалилась. Она... Я скажу и не пытаюсь этот ключ найти. Не получится. Вот хорошо. Не получится. Долгам почти. Иду сюда. Иду сюда. Иду сюда. Иду сюда. Сюда. И так далее. Иду сюда. Вот. Вот. Связанное с этим действием. То есть, видимо, это варианты взяты не из нашей системы, но обработаны и нашей власти. Вот. Теперь давайте этот муфракционный обозначить. Это далеко не все, но перейдем к штукаму обоя. Встречащий. И нет швычных, возьмите, да. Вот. В случае штукамного обоя мы имеем... Ну, и палочный обоя. А теперь не изучали, значит, такое. Ну, мы, как бы, сейчас, упу, жмем и совместим. Вот тут пространство внутри, это пространство вот тут. А снаружи пространство вот тут. То есть, выходы, да, пространство. Снаружи, они, в общем, характерны. То есть, те же самые задачи решаются точно так же, как и так. Вот. 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 В принципе, должен рубить пальцы. Вот сейчас я этого не делаю. И сюда, чтобы томить не обидеть. Вот. 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 Выяснили в таком виде. Вот. 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 вот вот. вот 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 , вот 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 здесь вот вещи старый учебник это называется Батмар но хочу заметить что мы активно практиковали работу освобожденной рукой вот где раз вот освобождали от того вот с одной стороны там и с другой то есть не боясь остаться со своим оружием и даже в некоторых случаях остаться со всеми когда положим какие-то ситуации возникают и я просто уже не успеваю человек стреляет в меня я могу его что это прошли в некоторых случаях вставали со всем и вместе с тем свободные ноги то есть статистик которого мы смотрели без оружия она не хочет активизоваться если я работал да ближе ножками работал да а руками страховался может есть удар высокий в лицо а иногда она не надо тянут ее высоту она не пойдет ну просто ладно броска ногами не поднимается не распевает да вот рука сдадите рука подставка вот да вот если у меня рука будет автомат то до той страховки он может выполнять если я работаю на вывод я работаю на своем руках мы свободно выполняем штуком приклада с долгующим да вот вот в некоторых случаях близкой дистанции эту работу выполняем месополком пока нет когда ходит в ручки и вот хочется заметить очень важный момент что если у него свободные руки у меня тоже в руках то надо понимать элементарно внимание сяга с покачиванием с покачиванием как вот выяснили наш визит в десантнику гостей они насчет этого не знали ничего если покачивание не дает результат и противных хватает заруженных и суток бывает даже так что его невозможно даже сделать необходимо делать волоку внутри тогда отдают вот вот в принципе они не знали хотя в прежние времена выходит обычный даже не спецназ знал эти вещи ну и не секущие удары совсем не обязательно зашитите в корпус это будет а секущий удар тоже возможно я покажу не достаточно не посещу чтобы вы вот когда групповая ситуация просто делается насущные негативы в в в в в в в в в Я могу, в принципе, выцепить одного, да, ну, это все техника, которая происходит стихийно, и при попытке вот сказанной пофихтоваться, она причинальна. Всегда может получиться, а может не получиться. Но, в данном случае, уже многим, они многое не помогают сделать. А если бы я был совсем не заружен, здесь возникла бы ситуация, так называемый угол, угол, официальный, да. Либо я вхожу сюда, ситуация была, либо я увожу наружу, сзади его. Самое ненужное, это оставаться на месте и пытаться с ними общаться. В принципе, конечно, угол можно войти, да, но не всегда это сложно. Безопасное место у меня только одно, на самом деле, это вот тут. Поэтому мне нравится, конечно, добавить человечка. вот. Ну, в общем-то, конечно, возможно, и не могу стоять. Вот. Ну, в общем-то, конечно, возможно и не могу стоять. Вот. Вообще, эти вещи очень часто используются как предметовительные тела, которые, например, или нет. Так скажем, сложные связки ногами. С высокими работой, а по травмам, по локам, по локам, по локам, по локам, за щитью. сблизиться сразу с двумя людьми, положение, что он способен подойти слишком близко, это уже результаты ситуации. Ну, такая ситуация теоретически может быть, надо работать, смотреть, как это все. И, в общем-то, эта ситуация разрешает, так как это вот навык. То есть, иногда мы можем сравнить с обычным боем. То есть, мы очень много набираем на бой групповой, на бой, скажем так, одного группы всех. И это дает определенный навык, который потом реализуется в том, что человек в поединке выходит на новый уровень техники, пластические скорости. И психологического внутреннего, духовного занятия тоже могло быть человеком. Улегче делается жить в окрымом воде, асфалтиком мыться. То же самое же и круповой стыковой будет. Стремиться к нему совершенно не нужно. А мы будем работать с несколькими штуками. Это будет потому, что за временем куда-то случаешься. Один на один. Ты должен просто... Просто кейся. Просто кейся. И вас его показали. Паша. Паша. Словен. 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 Трепетинг. Вон. В самом деле, я сейчас делаю совершенно технически не верное вещь. Я ставил угол. У двух штук. И там как в групповой баною. На самом деле, наверное, будут проверять его ходить. Ну мы тренируемся, работая над групповку в групповой банотре, благодаря многообразия связок, выходя на опережную автоматизму. Технические приемы, в общем-то, конкретно все известны, они описаны на основаниях. Повторять их нет смысла. Вот. Единственное, что можно сказать, это про ножи. Миштяки. Ну, что такое. То есть, можно, в принципе, делать то, что сейчас дают воздушных систем. То есть, работают железом в железе. И таких всяких вариантов, их много существует. Но почему-то их армейцы не приветствовали. Они предполагали железо использовать на назначение. Загонять его противника. И минимально оттупить ножи. Хотя это все возможно. Все это возможно. Поработать. Вот. В той хватке или в этой хватке. Или в этой. Вот. Но, в принципе, возможны более простые вещи. Совершенно, да. Совершенно однозначные. Вот. Они строятся, опять же, на быстром походе. На быстром гибком маянике. Вот. И о том, что оружие будет рисовано. Хотя, я подчеркиваю, оно может быть и рисовано и на оружие. То же самое касается и ударов сверху, сбоку. Палками, да. Вот. У нас марш и смещение с подействием. И вот, боковые удары. Они готовы к стрелке. Вот. Они, может быть, и ненужные. Просто самое. Кроме того, к ненужные удары. Там, в общем, не очень. И сильный удар. А серьезные удары. Вот, в общем, наверное, вот так вот еще стоит сказать. Внимание. Сейчас немножко не так, а на то внимание делают ложницы, как делали операции. Во-первых, можно сесть нижние и есть верхние, во-первых. Во-вторых, почему-то берут вот так. А они делали вот так. Это подойдет к очень важному делу, что можно это жить в этом случае. Что на самом деле нам нужен майник, запротивник, запротивник, майник, запротивник. А когда мы сделаем майник, мы так же не сможем. Выяснится, что она вот такая. То есть обход, причем обход трехмерный, трехмерный, с полоски вот туда, трехмерный. Я упожу и тут, и в этой плоскости, и в другой. В зависимости от изоды поставленного оружия, я могу работать по-разному. Отход на оружие практиковался так же. Отходы выполняются совершенно эволючно, как отходится нож. То есть рука набрасывается, кишки выходит. То есть изданное место, где может быть два. Если вы выстрелы, если он в голову. То есть изданное полоски. Так, будем верно. И мы поработаем на взвод. Вот когда мы рулим нож, мы его мягенько работаем на потенке. Когда мы пистолет обливаем, мы его мягенько проходим и дощелкиваем. Жесткое такое действие, не совсем уводящее. А если он вам нужен для стрельбы, то мы его мягенько убиваем. В ламотке тоже это происходит. Стрельба с пистолетом. Надо заметить, что в то время они стали в святильнику на ногах в основном. И там был парадок, и можно было опять стрелять из кармана. Что папа любил, а что сейчас у него получается. Когда он просили его сцветить из кармана, дали ему покадывая. Ну, я думаю, что получается, а потом не вылетали вниз. И в этой ситуации тоже, если приобрететься, то, пройдя сюда, здесь в случае с кармана, видимо, будет затрагнено движение за другую армию. Нужно еще проверить фактически, как с разными моделями пистолета надо эти варианты выполнять упор оборудования в парадном манерах. Все вещи, связанные с преслонянием, они тоже выхаживают в парадном манере, потому что влажная нормальная пройти, а не оружие. Поэтому такие вещи, они совершенно не опасны, когда кому-то преслоняют куда-то, с чего-то, да? По-моему, в случае, в общем, ничего страшного нет. Страшного случая, когда должен держать грамотную материю. И тогда, в общем, достаточно сложно его взять, вымотать, вылить. Нужны какие-то актерские выходы. Как, давай, что, например, на работу? Снимание часами – это ситуация, в которой удается положить, приезжать, вымотать оружие. Ну, а эта ситуация требует, конечно, большого артистизма и оружие оборудования, так что можно было обойти полностью отозваяние возможного выстрела, возможного выстрела. Ну, и в чем-то нравится, если у меня не столько, потому что, что у него профессиональный, то у него полость очень большой, и он нажимает нефть, не теряется. Если у него какой-то хлопух, и удается ему отточить немного. Тогда все хорошо. Все, на этом давайте закончим. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok